Астрахан Здесь находится игрок гонбольного клуба «Звезда» из Венигорода Ирина Антонова. Ирина, я знаю, что ты некоторое время назад играл уже здесь, в Астрахани, именно за Астраханочку. С какими эмоциями, с какими целями приехал сюда в Астрахань сейчас? Ну, как с какими целями, естественно, надо нам постараться выиграть эту игру, чтобы дома нам было проще играть. Да, я здесь играла полгода. У меня здесь была. Да. Ирина, скажи, пожалуйста, сейчас нужен какой-то особенный настрой на Астраханочку? Конечно, нужен. Команда очень хорошая, хорошо укомплектованная. Нужен настрой, естественно. Они могут показать очень хорошую игру, даже несмотря на то, что они крупно проиграли Ростову. Для Астраханочки третье место будет триумфом. Они никогда такого не заевывали, такого высокого места. А что означает борьба за третье место для одной из титулованных команд, именно гонбольной женской, в России? Ну, как бы никому не хочется оставаться без медалей, правильно? Поэтому для нас это тоже очень важно. И мы тоже хотим быть с медалями. Спасибо, Ирина. Вам удачи. А я напоминаю, рядом со мной находилась игра гонбольного клуба «Звезда из Венигорода» Ирина Бронова. Ренат. Спасибо, Артем, за интервью. Да, дорогие друзья, с вами Ренат Аминов. Будем вместе смотреть матч «Астраханочка» и «Звезда из Венигород», который начнется буквально минут, наверное, уже через 7-8. Сейчас торжественная церемония выхода игроков на площадку. Как всегда в «Звездном» все это очень красиво делается. Ну и ожидаем сегодня тоже и интересную игру. И астраханская публика, конечно, надеется на победу своей команды. Серия за третье место идет по тем же самым правилам, что и полуфинальная, четвертьфинальная серия. То есть, чтобы стать победителем этого противостояния, нужно выиграть два матча. Всего планируются три игры, но если одна из команд выиграет два матча подряд, то, само собой, надобности в третьей встрече не будет. Первый матч сегодня в Астрахани. Первый ответный 6 мая в «Звезда из Венигорода» и 7 мая в «Звезда из Венигорода», если понадобится, еще одна игра. В рамках регулярного сезона команды обменялись победами на своих площадках, причем с разницей в пять мячей. В Венигороде в первом круге победила «Звезда», во втором круге в Астрахани дружина Михаила Серегина сумела взять реванш. Это тренерский штаб Астраханочки, тренер, врач, ну и игроки пока по трибунам помещений, болельщики, фан-клуб. Сегодня очень много будет зависеть, конечно, от болельщиков, но самое главное все-таки настрой игроков на этот матч. У кого окажутся сегодня крепче морально-волевые качества, тот, наверное, и сумеет добиться победы. Не все будет решать мастерство. Важнейший компонент в таких играх – это, конечно же, сила воли и нацеленность на успех, на победу. Как говорила Ирина Барановская, у «Звезды», несмотря на то, что команда в свое время и чемпионат России выигрывала, и серебро брала, и побеждала в Кубке Европейских чемпионов и в Кубке ЕГЭФ, но амбиции есть. И даже в споре за бронзу, как сказала Барановская, каждому спортсмену хочется забывать медаль. Пусть это будет хотя бы бронзовая медаль. Тогда как четвертое место – это так называемая деревянная медаль, которая никаких дивидендов не приносит и в коллекцию спортсменов не добавляет никаких наград. У «Астраханочки» по-прежнему травмированы Ольга Горшенина, основной игрок задней линии Мария Рачителева и Людмила Выдрина. Все эти спортсменки уже перенесли операции. Ждем их возвращения на площадку уже в следующем сезоне. Ну и Екатерина Суханова давно не играет. Тоже большая потеря. Ну а в составе «Звезды», пожалуй, наверное, 4 игрока особо стоит выделить. Четыре спортсменки являются чемпионками мира. В составе «Астраханочки» таких только двое. Ну и вот сейчас составы команд. И подробнее остановлюсь я на тех гонболистках, на которых стоит обратить особое внимание. Басараб Мария, кандидат в сборную России. Выходит на площадку. Вот Мария Сидорова, трехкратная чемпионка мира. Основной игрокер звезды. Ну и Регина Якубова, третий голкипер. Она выступит, кстати, из астраханского гонбола, но уже несколько лет живет в Звенигороде. И вот выступает за звенигородскую команду. Ирина Антонова. Как раз Ирина Антонова, игрок сборной Казахстана. Хоть и имеет российское гражданство, но защищает цвета казахстанской команды. Оксана Королева. Тоже интересный игрок, чемпионка мира. Яна Ускова, чемпионка мира. Екатерина Марененкова, тоже чемпионка мира. Ну добавим, конечно, что это экс-чемпионки мира. Последний раз российская сборная побеждала на мировом чемпионате довольно давно, в 2009 году. В 2005, 2007, 2009 и в 2001. Такое вот было десятилетие. Десятилетие имени сборной России. Четыре победы на пяти чемпионатах мира. Главный тренер гостей Александр Рева. Ну и, кстати, его супруга Яна Ускова играет за звенигородскую звезду. Так что сегодня еще и семейный дуэт. Супруг на тренерской скамейке, а игрок на площадке. А теперь поднимаем флажки и встречаем. Астраханочка. Сегодня тоже у хозяек площадки заявлено три вратаря. Ну и представление начинается с пылевых игроков, в отличие от свенигородской команды. Выходят астраханские гонболистки на площадку. Выходят гонболистки астраханочки. Вот Полина Кузнецова, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира. Выходит на площадку. Галкиперы. Виктория Калинина. Совсем недавно появилась в составе астраханской команды. Эвелина Анушкина. Один из героев полуфинальной серии против... Четвертьфинальной серии против Волгоградского «Динамо». Кира Трусова. Ну и еще стоит отметить, наверное, Викторию Жилинскайте. Тоже эта спортсменка выигрывала чемпионат мира в составе сборной России. После представления игроков, как обычный гимн, это Диана Ильина, игрок молодежной сборной Белоруссии. И совсем недавно она в составе своей молодежной команды завоевала путевку на первенство Европы. Ирина Никитина. Тоже кандидат в сборную России. Капитан команды Карина Ёжикова. Ну и замыкает список Ирина Снопова. Полусредний. Главный тренер команды Михаил Серегин. Да, сегодня тренеры Астраханочки решили заявить двух голкиперов. Кира Трусова в заявку не попала. Виктория Калинина и Евелина Ножкина сегодня будут защищать ворота Астраханочки. Судейская бригада Игорь Чернего, Краснодар. Олег Тарасиков. Тоже город Краснодар. Ну и сейчас гимн России. Звучит Государственный гимн Российской Федерации. Прошу всех остаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, прозвучал гимн России и телеканал Астрахань-24 начинает прямой репортаж о матче Астраханочка-Звезда Звенигород. Правда, сейчас еще одна торжественная процедура. Астраханочку-2 тут будут сейчас приветствовать. И ждем начала матча Астраханочка-Звезда. Вы видели составы на своих телеэкранах. Вот состав Астраханочки. Михаил Серегин главный тренер. Ну и полевые игроки. Буквально несколько дней назад они вышли в финал спартакиады учащихся на России. Представление молодежной команды Астраханочки, которая вышла в финал спартакиады учащихся, заняла первое место на отборочном этапе. И пока у нас на несколько минут начало игры откладывается. Поскольку вот такая приятная процедура вручения экипировки команде Астраханочка-2. Звезда в полуфинальной серии встречалась в Старятинской «Лады», но и два раза уступила и в гостях, и дома. Астраханочка играла с Ростов-Доном. Тоже потерпела два поражения. Здесь минимальное 22-23. Но в гостях там был большой перевес Ростов-Дона, плюс 18. Но хочется надеяться, что дружина Серегина правилась от этих неудач и сегодня покажет свою игру и сумеет повести в серии. Затягивается у нас несколько начала матча. Ну, в Астраханочке должное внимание уделяют развитию подрастающего поколения, поэтому вот всегда перед официальными играми стараются чествовать игроков юношеской, молодежной командой, чтобы они тоже оказались в эпицентре вот этого спортивного праздника и почувствовали свою причастность к тому, что нужны главной команде. Ну, все, молодые гандболистки из площадки уходят. И сейчас все, основные составы начнут игру. Звезда будет играть сегодня в красной форме. Скорее всего, в воротах будет Мария Сидорова с первых минут. В Астраханочке посмотрим, кто будет в рамке. Кстати, Виктория Калинина играла за Звезду в свое время. Потом получила травму, но вот сейчас вернулась в гандбол. И Анна Вяхерева тоже играла за Звезду еще в прошлом сезоне. Перешла в межсезонье в Астраханочку. И Полина Кузнецова играла за Звезду. Так что между этими клубами немало общего у игроков этих команд. Ждем начало матча. Все в нетерпении, болельщики тоже. У своих телеэкранов и здесь по прописи Звездный. Итак, у Звезды на площадке с первых минут. Екатерина Маренникова, 22 номер, левый край. Юлия Хавронина. Оксана Королева, 14. Юлия Хавронина, 26-й. В черной форме Астраханочка. В воротах Мария Сидорова. Ирина Антонова, 10-й. Она будет на позиции линейной действовать. Яна Ускова, 19-й номер, правый край. Правый полусредний Хавронина. Первая атака Звезды. Итак, свисток прозвучал. Да, и время пошло. Матч начался. Звенегородская команда владеет мячом и разыгрывает свою комбинацию. На позиции разыгрующей Надежды Потапенко, 4-й номер. У Астраханочки в воротах Калинина. Бросок, штанга. Калинина сумела мяч забрать. А, это Кира Трусова в воротах. Кира Трусова. Жилинскайте. Бросок мимо ворот. Виктория заряжает с дальней дистанции. И атака Звенигородок ответная. Королева сделала передачу на Потапенко. То уронили 9-метровый. У Астраханочки Яна Жилинскайте, Виктория Жилинскайте. Карина Ёжикова. Ирина Никитина. Ирина Гребенкина. И Кузнецова. Гол забивает Звезда. Счет открыт. 0-1. Надежда Потапенко вывела Звезду вперед. Команды сыграли ровно одну минуту. Повтор взятия ворот, когда отличилась Надежда Потапенко хлёстким броском с задней линии. Из Венигородки снова с мячом. Астраханочка неудачно вновь проатаковала. Вторая подряд атака завершилась ничем. И у Звезды есть шанс забросить второй мяч. И увеличить свой перевес. Королева, Потапенко, Хавронина. Перехват не получился. И здесь заступ в шестиметровую зону показывают судьи. Юлия Хавронина отдаёт мяч Астраханочке. Хавронина побежала меняться. Она в защите не играет. Ну и атака хозяек площадки. Вяхерев на позиции правого полусреднего. Гребенкина правый край. Никитина разыгрывающая. Ёжикова левый полусредний. Кузнецова левый край. И Яна Железская на позиции линейного. Пас на Жилинской-то не прошёл. Две минуты позади. Контратака Звезды. И Барановская в штангу бросает. Но мяч там коснулся. Киры Трусовой, поэтому аут пользует Венигородок. Их атака продолжается. Хавронина, Потапова. 0-1. Пока нервное начало. Много промахов. И стоит с другой стороны. Королёва, Потапенко, Хавронина. И потеря у Звезды очередная. Ускова не смогла выловить мяч. Когда же свой первый гол забьют подопечные Серёгина. Жилинской-то бежит меняться. Она играет только в защите. Виктория Жилинской-то. Никитина. Ёжикова. Семиметровые ворота Звенигородской звезды назначают арбитры. Защита в площади ворот. И пенальти. Пенальти будет бросать Анна Вяхерева. Ёжиков заработала. Семиметровый. Повтор этого эпизода. Ну а мы смотрим, что же, как же выполнит пенальти Вяхерева. Забивает. Забивает ничья 1-1. 3 минуты 11 секунд сыграно в этом матче. Анна Вяхерева сравняла счёт с пенальти. Вяхерева поразила ворота своей бывшей команды. Сумела забить Марии Сидоровой. Атака звезды. Ковронина. Передача на линейную. Бросок. И Трусова. Трусова на месте. Отразила. Бросок Мариинниковой. Мариинникова подорвалась на позицию линейного. Получила мяч. Бросала, но переиграть Трусову не смогла. Атака звезды продолжается. Арбитры не свистят нарушение правил. И с мячом Астраханочка. Ёжикова. Никитина. Вяхерева. 4 минуты сыграно. 1-1 пока. Вязкая игра на первых минутах. Гребенкина. Никитина. Бросок в блок. Но атака продолжается. Передача. Гребенкиной. Гол. 2-1. Екатерина Гребенкина выводит Астраханочку вперед. Не со своей позиции атаковала Екатерина Гребенкина. Но выловила мяч в линии и отправила его в ворот. Атака подмосковной команды. Бросок Потапенко. Нарушения правил нет. Жилинскайте. Кузнецова. Не дают ей выйти на бросок. И 9 метров будет. Никитина побежала меняться не очень удачно на первых минутах. Она дирижировала игрой. Ёжикова. Бросок. Гол. 3-1. Пользовала Астраханочке. 5 минут. 15 секунд позади. Карина Ёжикова. Забивает третий мяч и увеличивает перевес Астраханочки. Пошла в прорезку и... Мяч в сетке. 3-1. Астраханочка. Звезда Звенигород. Шестая минута первого тайма. Королева. Хавронина. Королеву там групповато встретили. Ёжикова и желтая карточка. Предупреждение получает группа банда. Стараночка. Карина Ёжикова. Номер 73. Королева. И Маринникова с краю мимо бросок. Прежний счет. 6 минут сыграно. Счет 3-1. Снопова, Вякирева, Ёжикова. Нет, раньше был свисток. 9-метровый. Было нарушение правил. Астраханочка по-прежнему в атаке. Это Карина Ёжикова. Капитан команды. Вякирева сейчас в роли разыгрывающего оказалась. Снопова на правом полу в среднем. Ёжикова на левом. Снопова. Скидка Гребенкиной. Бросок. Нет. С острого угла. Забить не получилось. Сидорова начинает атаку с Венигородок. Королева. Мяч в руках Трусовой. Контратака. Кузнецова. Выход 1 на 1. Нет. Забить Сидорова и Кузнецова не смогла. Обидный промах. После выхода 1 на 1. И у нас тайм-аут. Тайм-аут. Взял его Александр Рева. Наставник Звенигородской команды. Почти 7 минут сыграно в этой встрече. Повтор выхода 1 на 1 Кузнецова. Если бы забила, было бы плюс 3. Но так 3-1. Счет остался. Маун, не надо в дэм бросать. Еще, да. Куда ты летишь? Получила 5. Тебе неудобно. Вперед идет бросок. Зачем? Не здесь. Послушай внимательно. Пусть стоят на 6-е. Она тебя будет все время дергать. Напрыгивание. Выход идет на группу страны. Не жди на 6-е обыграй. Вы иди, если кто тебя по страну изжать. Стоп. Не торопитесь на атаку еще раз. С вами темп обыграть. Чуть-чуть подергать. Потом сорвались. Только забивайте свое. Давай! 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 Александр Реева сказал своим подопечным. Ну, вы все слышали прекрасно, что не торопитесь с атакой. Забивайте свое. Не бросайте в темп вратарю. Все правильно, говорит наставник звезды. Время пошло. Тайм-аут позади. Команды сыграли ровно 7 минут в матче. 3-1. Довольно опытная команда. Противостоит сегодня Астраханочке. Но вот ошибок довольно много на первых минутах. Но и Трусов поймал свою игру. Яна Ускова ушла с позиции правого края. Вот сейчас вернулась туда. Она с мячом. Бросок. Трусова снова отбивает. Гребенкина сумела подобрать. И с мячом Астраханочка. Вновь не удалось забить. Взбенегородской команде. Уважаемые болельщики. Давайте поддержим нашу Астраханочку. Атака. Хозяек площадки. Гребенкина. Ёжикова. Бросок. 9-метровый. 8 минут позади. Это Анна Вяхерева. И Яна Жилинская. Это нет. Заступ. Заступ в 6-метровую зону. Арбитры заметили. И взятие ворот не засчитано. Счет прежний 3-1. Снова смахнула передачу. Мяч вышел в аут. Продолжается атака звезды. Повтор. Ну, даже если бы мяч попал бы в ворота, гола бы не было, поскольку был заступ. Потапенко. Потапенко. Маринникова. Хавронина. Королева. Бросок. И снова Трусова отбивает. Пока герой вот этих стартовых почти 9 минут. Кира Трусова. Один мяч только пропустила. Хавронина бросала. Сейчас ей выговаривает Александр Лева. Команды сыграли 9 минут. Счет 3-1. Но астраханки тоже забивают мало. Очень нервное начало. Кузнецова едва мяч не потеряла. И да, потеряла все-таки контратаку звезды. Ёжикова пыталась подставиться. Арбитры не стали свистеть. Фолл в атаке. И придется обороняться. Но Рева, видимо, не может никого из игроков за одни линии заменить в своей команде. Нет. Адекватные замены. Поэтому оставляет в игре всех трех, кто вот вышел в стартовом составе. Потапенко, Королева и Хавронина. Счет 3-1. Снова в Звенигородке неудачно проатаковали. Десять минут сыграно. И гол. Астраханочка 4-1. Увеличивает свое преимущество. Хозяйки площадки. Анна Вяхерева отличилась в этой атаке. 4-1. Ну а звезда не сбивает уже почти 10 минут. Напомню, что Косте открыли счет, потом вот пропустили четыре мяча. И упираются они, как в железобетонную стену в защиту Астраханочки. Не было пока у нас удалений в этой игре. Королева. Маринникова. Девятиметровый. Еще один свисток. Снова в нарушении правил. Потапенко. Ну вот сейчас могут и удалить Снопову. Нет. Пока еще оставили на площадку. На площадке, хотя Потапенко очень больно. Время остановлено. 11 минут 6 секунд. Повтор этого эпизода. Потапенко пошла сама на чужую зону и врезалась буквально в Снопову. Нет, там, конечно, не было удаления. Королева. Бросок. Мяч от блока летит в аут. Продолжается атака звезды. Ускова. Потапенко. Ковронина. Потапенко. Королева. Кто бросит? Подняты руки арбитров. Гол. 4-2. Ковронина забивает. Ну и, наконец, это голевое молчание. Звенигородок. Закончилось. 4-2. У Астраханочки все те же в задней линии. Ежикова, Вяхерева и Снопова. Кузнецова. Ежикова. 12 минут позади. Падение Сноповой. Желтая карточка. Татьяне Захаровой. Она вышла играть, кстати, на правый край вместо Яны Усковой. Татьяна Захарова. На 83-й. Продолжается атака хозяек площадки. 4-2. Вяхерева в линию. Жилинскайте мяч выловила. И 9-метровый. Яна Жилинскайте. Линейные Астраханочки с мячом. Бросок. Гоу. 5-2. Неожиданный бросок. Быстро разыграли 9-метровый. И Яна Жилинскайте. Нетипичным для себя образом. С позиции полусреднего проатаковала. И этого не ждали соперники. Мяч влетел в ворота. Вот смотрите. Так вот разыгран 9-метровый. И никто от нее не ждал броска. Передача вроде бы напрашивался. Мяч оказался в сетке после броска Яны Жилинскайте. Королева. Хавронина. Перехват. Кузнецова бежит 1 на 1. Сыграно 13 минут. Кузнецова. Гоу. 6-2. Исправилась Полина Кузнецова за свой неудачный выход 1 на 1. Когда она не смогла переиграть Сидорову сейчас. Выход 1 на 1 использован. Счет становится 6-2. После броска Полины Кузнецовой. Ну и по инерции Кузнецова влетела в Сидорову. Хотя вроде бы все в порядке. Там после этого момента с Марией Сидоровой медицинская помощь не понадобилась. Хавронина. Нет, это, кстати, не Хавронина. Уже, по-моему, замена в составе звезды произошла. Татьяна Захарова на позиции правого полусреднего. Потапенко. Королева. Потапенко. Прихватили ее 9 метров. И в роли линейного у звезды другой игрок. Это Амельченко. Просок Потапенко. И еще один 9-метровый. Алена Амельченко заменила Ирину Антонову. Мариинникова. 14 минут сыграно. И снова свисток. Арбитры предупреждают звезду о пассивной атаке. Передача в линию. Мариинникова. И еще один свисток. Снова 9-метровый. Теперь Королеву прихватили. Очень громко на Астраханочка обороняется. Мариинникова. Бросок. Мяч уходит на угловой. Очень долго идет атака звезды. Арбитры все держат руки вверх. Поднятыми, но пока не отбирают мяч. Потапенко. Бросок мимо. Но вот теперь уже атака Астраханочки будет. Трусова. Снопова. Ешкова, Вяферева. 6-2. Команды сыграли вот уже 15 минут. А звезда за это время забила лишь два мяча. Астраханочка тоже немного. Много 6, но хоть что-то. Вяферева. Отбивает ее бросок Сидорова. Атака продолжается. Кузнецова. Ежикова. Снопова. Снова Ежикова. Держит ее за футболку. Снопова бросает с дальней дистанции. Сидорова на месте. Контратака звезды. Выходит из ворот Трусова. Мяч забирает. И бросает контратаку Кузнецову. Но против нее Королева. Кузнецова. Бросить не дали. 9 метров. Полина Кузнецова. Двукратная чемпионка мира. В составе сборной России. И Кузнецова бежит меняться. Вместо нее Кристина Тарасова. На позицию левого края. Выходит играть. Ежикова. Вяхерева. 16 минут позади. Ежикова. Тарасова. Ежикова. И что там? Предупреждение Реви. За слишком активную апелляцию к арбитрам. Время остановлено. 16 минут 10 секунд. Время пошло. Падает Тарасова. Никитина с мячом. Никитина на позиции разыгрывающего. Ежикова. Бросок. Мимо. Прежний счет. 6-2. Захарова. Потапенко. Королева. Бросок. И снова на месте Трусова. Там и блокирующие помогли. Ну и, видимо, будет позиционный розниж мяча. Да, Арида Закартонская. 88-й номер. В составе Занегородской звезды действует на позиции правого полусреднего сейчас. Тарасова. 17 минут 10 секунд позади. Бросок. Ежиковый. Мяч летит мимо ворот. 8 голов забили команды за почти 17 с половиной минут. Вот он, женский гангбол. Королева. Потапенко. Закартонская по-прежнему на площадке. Молодой игрок. Бросок. Попадает в блок. Контратака. Тарасова не стала сделать сразу передачу. Сама атакует и забивает. 7-2. Кристина Тарасова. Увеличивает отрыв Астраханочки. В быстрой контратаке. Мяч запросила Кристина Тарасова. Номер 22. Первый мяч Кристины Тарасовой в этом матче. 18 минут позади. 7-2. Потапенко. Королева. Не дают там Амельченко свободно вздохнуть в линии. Королева. Снова ее потолкнуло. 9 метров. Передача в линию. И еще один свисток. Снова нарушение правил. И опять 9-метровый. Поддерживает Астраханочка, друзья. Звезда продолжает атаковать. Закордонская. И Амельченко зарабатывает пенальти. Защита в площади ворот. 7-метровый в ворота Астраханочки. Оксана Королева будет выполнять пенальти. Итак, Королева против Трусовой. 7-метровой. Не забивает Королева пенальти. Кира Трусова отбивает ее бросок. Виктория Жилинская. Это желтая карточка. Счет прежний. 7-2. Сложно было представить Такое развитие событий. Но факт. Гребенкина. А, это Вяхерева. Вяхерева. Никитина. Диана Ильина. Диана Ильина. На месте левого полусреднего вышла играть. И Гончарова падает. Арбитры дают 9 метров. Вот повтор этого момента. Пас на Гончарову. Нарушение правил. 10 минут до конца первого тайма. 7-2. Вяхерева. Вяхерева. Ильина. Вяхерева в линию. Гол. Гончарова. 8-2. Еще один гол забивает Астраханочка. 8-2. Две замены делает Александр Рева при переходе от обороны в атаку. Выходит Королева и выходит Закордонская. Вместо Антоновой и Климанцевой. Королева. Запоздала с передачей. 9-метровый. Еще один свисток. И снова нарушение правил. Опять 9 метров. До конца первого тайма. 9 минут. 8-2. Два мяча за 21 минуту. Удивительная картина. Королева. И снова не точный бросок игрока Звезды. Ну что, Александр Рева. Один таймаут он брал. Может быть, разводит руками. Вот на заднем плане, видите, вы там ходите. И жестикулирует отчаянно. Не идут броски сегодня у его подопечных. Все мимо-то, мимо-то. Их даже что-то иначе забить не могут. Кребенкина не пошла атаковать. Вяхерева угловой. Мяч от блокирующих. Улетел за пределы площадки. Никитина. Ильина. Ёжкова отдыхает. Тарасова. Никитина. Ильина. 8 минут. Даже уже меньше. 7 минут 45 секунд. И гол. 9-2. Анна Вяхерева. Просочилась сквозь оборону соперницы. Забила очередной гол. 9-2. Плюс 7. Ну что с Венегородки? Закордонская. Потапенко. Королева. Когда их прорвет, наконец-то. Ну, никак не могут забить. И бросков-то мало. В задней линии бросают редко. До краев мяч почти не доводят. 7 минут до перерыва. И очередная потеря у гостей. Выход 1 на 1. Кузнецовый. Гол. 10-2. Полина Кузнецова. Кстати, в «Звезде» произошла замена вратаря. Мария Басараб вместо своей тезки Сидоровой. Но, честно говоря, к Сидоровой-то претензии минимальные. Не так много уж пропущено было Сидоровой. Всего 9 мячей за 22 минуты. Нормальный результат. Вот в атаке дело у «Звезды» не идет. И очередной бросок. Мяч от блокирующих уходит на угловой. Королева. И не точный пас на линейного. Контратака. Жилинская-то сама. Ну, зря сама атаковала. Партнерши были рядом. Пожадничала, пожадничала. И справа была Гончарова. И слева была партнерша. Так хотела забить, что бросила с неудобной позиции. Ну и у нас тайм-аут. Тайм-аут берет его Александр Льева. Второй тайм-аут из Венигорода. В первом тайме. Ну, послушаем, что скажет наставник «Звезды» своим подопечным во время этого небольшого перерыва. Ворота не попадает. Братаря Львович. Геннадий не забил. Как вы с этим выиграть, мне скажите? Обращайте, что. Сыграйте пожёстче. Помогайте другим. Не смещайте. А нет. А нет. Стоишь линия под тобой. Ты высокая. Пас через руки ты, скажите. Она получается. Не надо. Сейчас сыграйте. Пошли. Вот так. Играйте смелый. Это нормально получается. 5-1 пусть. Убок сделай свой тут. Пусть ты попадай в ворота. Не получай. Задай передать. Адарину не надо. Убок сделай. Оставить. Да. Что? Подожди. Да не в том дело. Надо 5-1. Арина пусть обыграет. Наоборот, пусть человек здесь впереди играет. Ради бога. Хорошо. Не надо тебе входить. Она обыграет и на тебя весит. Понимаешь? Нет? Давай! Давай! На победу! Я тебе сказал по 6-0. Уберите ее линейку. Горячее было обсуждение в стане Звенигородской звезды. События первого тайма. Не ладится игра. И в отчаянии уже Александр Реву там обращается. Своим воспитанницам. До конца встречи. До конца первого тайма, конечно. 5 минут 55 секунд. Потапенко. Неточный пас. Ковронина. Вернулся Ковронина в игру. Вместо Закордонской. Из края атака. Гол! Наконец-то забили Звенигородки. 10-3. Виктория Климанцева отличилась. Она вышла вместо Вареникова. И тут же забивают Астраханки. Это Анна Вяхерева. 11-3. 11-3. Редкое такое явление. За 20 секунд команды обменялись голами. Для первого тайма. Действительно, это экзотика. 11-3. Ну что, может сейчас раззабиваются наконец. Выдут из ступора. Посмотрим. Антонова на позицию линейной вернулась. Королева. Хороший момент для взятий ворот. Гол! 11-4. Пять минут до перерыва. Оксана Королева. За минуту гости забили два мяча. Столько же, сколько за предыдущие 23 минуты. Вот и такое бывает. Вяхерева. Никитина. Едва мяч не потеряли, но атака Астраханочки продолжается. Никитина. Никитина. Ёжикова. Никитина. Вяхерева. Кузнецова. Атаковать не стала. Никитина попадает в блок. Мяч у Астраханок. Кузнецова. Гол! 12-4. Полина Кузнецова с левого края забивает. Плюс 8. И до конца первого тайма 4 минуты. Королева. И очередной перехват. Кузнецова бежит 1 на 1. Выходит на рандеву с воротарем. Избивает. Гол! 13-4. Полина Кузнецова. Полина Кузнецова. Номер 8. 13-4. Плюс 9. Не хотелось бы загадывать, но по такому характеру игры весомая заявка на конечный успех. Хавронина. Атака гостей. Королева. И Вяхерева. По-моему, перестаралась тут. В единоборстве с соперницей. 9-метровой. Хавронина. И вот сейчас будет, наверное, удаление. Да. Удаление Валентины Кончаровой. По-моему, она нарушила правила. И отправляется отдыхать Валентина Кончарова на 2 минуты на скамейку штрафников. Вот у нас первый раз, когда одна из команд осталась в меньшинстве. Валентина Кончарова удалена. У звезды есть шанс сократить свое отставание. До конца первого тайма 3 минуты. Ускова с краю. Гол! 13-5. Яна Ускова. Номер 19. Яна Ускова отличилась. Хотела отдохнуть. Пятером Астраханки. Перевод на Кузнецову. Таня пошла на бросок. Никитина. 9-ти метровый. Еще минуту 15. Астраханочка в пятером. Никитина. И таймаут берет Серегин. Вот первый таймаут. Михаилу Серегину в этом матче. Первый из трех положенных по регламенту. Ну и послушай, послушай, что скажет главный тренер Астраханочки. Таня, кто мой дед. Тогда оставьте Айку. Тогда оставьте Айку. Здесь в центре. Один в один. Почему нет? Нет. 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 Леш, мы сейчас собьемся. Мы пару раз завяжемся. Я понимаю, нам нужно все равно дать общее движение. Хорошо? Давай, ты пройдяди сначала. Да, да. Леша, Леша, жарите. Я понимаю, нам надо сейчас убить время, чтобы не было сейчас. Астраханочка до конца. Это Кира Трусова, один из героев первого тайма. Ну и Серегин обращался напрямую к Ёжиковой, просил ее действовать поспокойнее на финише первого тайма. Еще минуту Астраханки в пятером. Ёжикова до конца первого тайма две минуты. Вехерева. Кузнецова можно бросить. И Полина попадает в перекладину. Счет не изменился. 13-5. Один гол в меньшинстве. Астраханки пропустили. И у звезды есть шанс забить еще. И судья назначает семиметровые ворота, защищаемые Кирой Трусовой. Пенальти. Первый пенальти звезда забить не смогла. Вот сейчас Надежда Потапенко подходит к семиметровой отметке. А нет, уступила. Право выполнить пенальти Яне Усковой. Гол. Ускова забивает. 13-6. Яна Ускова отличилась. С мячом Астраханки. В полном составе дружины Михаила Серегина. Вехерева. Кузнецова. Ёжикова. Минута до конца первого тайма. 13-6. Два мяча в меньшинстве. Пропустили. Астраханские гонболистки. Ну и надо восстанавливать разницу в счете. Ёжикова. Отбивает ее бросок Мария Басараб. 30 секунд. До конца первого тайма. Атака Астраханочки продолжается. Никитина. Вехерева. Кузнецова. Гол. 14-6. Забивает свой очередной гол Полина Кузнецова. И у звезды есть сколько секунд на атаку. 6-5. Надо поторопиться. Бросок Каврониной. Отбивает Трусова. И звучит сирена. Итак, первый тайм закончен. Его итог. 14-6. Впереди Астраханочка. Перерыв. И командная звезда Московской области. Со счетом 14-6. После первого тайма ведет команда Астраханочка. Итак, статистика первого тайма. Астраханочка била один пенальти. Сумела забить. Гости два. Один промах. Один мяч. Влетел в ворота. Удаление было всего одно. Астраханочки. Это Валентина Гончарова в самом конце первого тайма. Предупреждений много. Итак, сейчас у нас, дорогие друзья, реклама. Встретимся во втором тайме. Итак, дорогие друзья, продолжаем трансляцию. Испорт-облица «Звездная». Телеканал Астраханочка 24 ведет прямой репортаж о матче Астраханочка и «Звезда Звенигород». Поединок за третье место в рамках чемпионата России в Суперлиге. После первого тайма со счетом 14-6. Впереди дружина Михаила Серегина. Ну и давайте посмотрим повторы интересных моментов первого тайма. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, ждем начала второго тайма матча Астраханочка и «Звезда Звенигород». 6 минут еще будет продолжаться перерыв. Ну и, наверное, можно подвести итоги стартовых 30 минут. И прежде всего хочется сказать, что Астраханочка сегодня просто образцово играет в защите. Слаженно выстроили непроходимую оборону. И очень долго «Звезда» никак не могла ее взломать. Достаточно сказать, что за стартовые 23 минуты «Звенигородки» сумели забросить всего лишь два мяча. Потом, правда, дело сдвинулось с мертвой точки. Побольше стали забивать. Но все равно классно играет в рамке Кира Трусова. Действуют очень уверенно центральные защитники. Прежде всего Виктория Жилинская, это Яна Жилинская, это ну и те, кто обороняются против полусредних. Тоже схема защиты традиционная. 6-0. У «Звезды» в задней линии практически без замен в первом тайме сыграли Королева и Потапенко. Одну замену все-таки Ревва делала на позиции правого полусреднего. Вместо Хаврониной выходила Закордонская. Но ни у той, ни у другой дело в атаке не идет. И вот такая результативность всего 6 мячей за 30 минут. Это, конечно, для книги рекордов Гиннесса, наверное. Учитывая все-таки статус матча, играют команды в споре за бронзу. Тут все-таки Астраханочка встречается не с АГУ и Деив, и там не с университетом из Ижевска, не со Ставрополем. А с командой равной по классу. Приблизительно равной по классу. Ну вот, всего 6 мячей мы увидели в воротах Киры Трусовой за стартовые 30 минут. Игроки Астраханской команды сейчас готовятся ко второму тайму. Это Яна Жилинская. Есть в ее активе и заброшенный мяч в первой половине игры. Причем отличилась она с позиции полусреднего, необычно разыграв. Девятиметровая – это Виктория Калинина. Все 30 минут в первом тайме в воротах провела Трусова, Калинина и Аннушкина пока на скамейке запасных. Но, честно говоря, у Киры Трусовой идет игра, поэтому нет необходимости ее менять. И наверняка во втором тайме с первых минут также Трусова будет защищать ворота Астраханочки. Сейчас команды меняются сторонами. У звезды большую часть первого тайма в воротах отыграла Мария Сидорова. Но потом все-таки Рева решила ее заменить, хотя особых претензий к трехкратной чемпионке мира нет. Выходила Мария Басараб. Но дело, повторюсь, не в игре у своих ворот, а в неудачных действиях на чужой половине площадки. И в этом кроется разгадка вот такой, такого счета 14-6. Астраханочка пропустила только шесть мячей в первом тайме. Ну и рано расслабляться. Я понимаю Михаила Серегина. Нужно внушить игрокам вот ту самую мысль, что пока еще победа не добыта, можно будет расслабиться только после завершения этого матча. Николина Тотова на один день, сколько-то, сколько-то выходных. Потому что все будет решаться еще 6 мая в Звенигороде. Не хотелось бы затягивать эту серию наверняка астраханским болельщикам. Хотелось бы добиться победы в двух встречах. Ну и, кстати, максимальное достижение астраханочки в чемпионатах России – это четвертое место, добытое дружиной Надеждой Батридиновой в 2005 году. Это вот тот самый максимальный результат. Выше четвертого места астраханочка не поднималась никогда. У звезды было и золото национального чемпионата, и серебро, и победа в Лиге чемпионов, победа в Кубке ЕГЭФ, титулованная команда. Хотя дебют ее в элитном классе состоялся совсем недавно, в 2005 году. Лишь 10 сезонов «Звезда» играет в Суперлиге. Ну и за это время уже и чемпионом успело стать, и много других трофеев в коллекции этого коллектива. Были сезоны, когда «Звезда» не попадала в число призеров. Такое тоже случалось. Ну и вот тут вопрос уже ребром. Либо «Звезда» вне пьедестала, либо «Астраханочка» одна из команд останется без наград по итогам чемпионата страны в сезоне 2014-2015. Одна минута до начала второго тайма. Юные болельщики, им, конечно, призвиться хочется, неинтересно сидеть. На трибуне. Ну вот перерыв, как раз есть возможность немножко побегать. И потом уйти подальше все-таки здесь. Может быть и довольно опасно. Мяч может вылететься только за пределы площадки. Это «Астраханочка». Ну и смотрим, кого же выпустят с первых минут во втором тайме Михаил Серегин. Кузнецова, Ёжикова, Никитина, Гребенкина, Яна Жилинскайте и Анна Вяхерева. Боевой состав в рамке Киры Трусова. Итак, ждем начало второго тайма. Первая атака после перерыва будет у «Астраханочки». Ждем свистка арбитров Игоря Чернега и Олег Тарасиков. Работают на матче. Прозвучала сирена, прозвучал свисток. И второй тайм. Время пошло. Атака дружины Михаила Серегина. Вяхерева, Никитина, Ёжикова. 14-6, напомню. Счет солидный для таких игр. 8 мячей перевеса. Яна Жилинскайте, гол! 15-6. Еще один мяч в активе «Астраханочки». Мария Сидорова в воротах у «Звезды». В задней линии Потапенко. Королева. И все это же Хавронина. На правом краю Ускова. На левом Маринникова. И на позиции линейной действует Ирина Антонова. Хавронина. Пас в линию. И Антонова забивает. 14-7. Прошла, наконец, комбинация с подключением линейного. И по истечении одной минуты второго тайма встречи. Счет у нас 14-7. Вот так команды обменялись голами. Стартовые 60 секунд. Этой второй половины. 14-7. 14-7. И столкновение. Время остановлено. 1 минута. И 22 секунды сыграно. И игрокам необходима медицинская помощь. Вышли на площадку врачи. Там, судя по всему, будет 9-ти метровый. Не было защиты в площади ворот. Кристина Кожакарь получила небольшую травму в этом эпизоде. Ну, все, игра продолжается. Время пошло. Двукратное преимущество Астрахан. 14-7. Но это далеко еще не победа. Ихать еще очень много. В жестком конкуле всякое бывает. Ежикова. Никитина. Гребенкина. Никитина. Кузнецова. Никитина. Ежикова. Нет, мяч попадает в перекладину. Но... Но что? Защита в площади ворот, по мнению арбитров. Пенальти. Да. Астраханочка бьет пенальти. 1 минута 48 секунд. За защиту в площади ворот. Судьи назначают 7-метровый. Да. В зоне находилась Кристина Кожакарь. Итак, пенальти бьет Вяхерева. 2 минуты позади. Анна Вяхерева против Марии Сидоровой. Очередная дуэль. И... Забивает Анна. 15-7. 15-7 после точного броска Анны Вяхеревой. Атака звезды. Потапенко. Хавронина в блок снова мяч угодил. Очень высокие защитницы у Астраханочки. И в первом тайме мы не раз видели, как мяч застревал в этом самом блоке. И не долетал даже до Трусовой. Ежикова-Кузнецова. Очень острый угол. И... Судьи не дают пенальти. Оставляют мяч звезде. Хавронина. Надо возвращаться на свою половину площадки. Бросок Мария Никовой. Нет. Взятие ворот не засчитано, поскольку там раньше было нарушение правил. 9-метровый. Хавронина. Хавронина. Каврунина, Королева, Стяжко, Маринникова. Гол. 15-8. Классная комбинация. Вот сейчас здорово было сыграно. 15-8. Разыграли здорово. И гол. Как следствие, наверное, об этом Рева просил свою команду. Но вот пока не получалось. Ёжикова. Никитина. Гол. Ирина Никитина. 16-8. Ну что, может, восстановилась Никитина после травмы. Увидим ее. В полной боевой готовности. Не случайно же будущность купила Никитину в свое время у Лады. Потапенко, Хавронина. Королева. В блок снова мяч попадает. Высоченные руки Виктории Жилинской-то принимают на себя бросок. 9 метров. Королева. Не рискует бросать поверх блока. И заступ у Яны Усковой. Показывают арбитры. Кузнецовый не дают выйти на ударную позицию. Позиционная атака. Пять минут позади. И Гребенкина попадает в перекладину. Обидный промах. Хорошо вывели Катю на бросок, но забить не смогла. Королева. На плечах соперницы примчались. В зоне Астраханочки, но проатаковать забыли. Потапенко. Хавронина, Потапенко, Королева. Все та же тройка в задней линии. Хавронина. Гол. 16-9. Юлия Хавронина, Левша. Хороший бросок. Мяч в сетке. Ёжикова. Нет, это только 9-метровый. 16. 6 минут сыграно во втором тайме. 16-9. Снопова вернулась в игру Астраханочки. Ёжикова. Гол. 17-9. Карина Ёжикова забивает. Плюс 8. Удерживает Астраханочка. Астраханочка это комфортное преимущество. 8 мячей. Между первым и вторым защитником прорвалась в зону соперника Ёжикова. И не составила ей труда отправить мяч в ворота. Хавронина. Горолева. Ускова. Падает Ускова. 9-метровый. Ускова. Кавронина. Перевод на край. Мариинникова атаковать не пошла. 7 минут позади. Пассивная атака. Показывают арбитры. Нужно нанести бросок. Кавронина, Королева. И на нее вышли. Снова 9 метров. Королева. Опять в блок попадает. Еще один бросок. И снова в блок. Все. На этот раз подбирает мяч Вахель. Вяхерева. Кузнецова. И Ваут. Мяч летит Ваут. Обидная потеря. Выстояли в защите. Но вот пропустили контратаку Ускова. 17-10. Яна Ускова. После собственной же потери. Пропустили мяч Астраханки. Выход 1 на 1. Ускова и взятие ворот. 17-10. Ну раскрылась немного игра. Первым таймом был какой-то вообще не гандбольный счет. По стартовым минутам там 15-16. Но сейчас повеселее стало. Кузнецова. Снопова. Вяхерева. 8 минут сыграно. И Кузнецова не забивает с угла. Контратаку звезды. Антонова. Маренникова. И... Гоу. 17-11. Ну что, звезда пришла в себя? Всего лишь 6 мячей. Кузнецова. Быстрый центр. Гоу. 18-11. Полина Кузнецова. И дружина Серегина тоже может разыгрывать быстрый центр. Сейчас это с вами увидели. 18-11. 18-11. Королева с мячом. Дают 9-метровые арбитры. Хавронина. И вот за это могут 2 минуты дать. Да, Ежикова отправляется отдыхать на скамейку штрафников. Карина Ежикова. Удалена на 2 минуты. Время остановлено. 8 минут 58 секунд. Время пошло. 9 минут. Хавронина. В предыдущий раз дорого стоило удаление Астраханочки. Два мяча хозяйки площадки пропустили. И не смогли забить ни одного. Счет 18-11. И Трусова отбивает бросок. Сыграно 9 минут и 25 секунд. Счет 18-11. Астраханочка в пятером. Удалена Карина Ежикова. Еще минуту и 20 секунд. Хозяйки площадки будут играть в большинстве. Никитина. Ильина появилась на позиции левого полусреднего. Ильина. Никитина. Ильина. Снопова. Серегин сейчас дал отдохнуть Вяхеревой. Ее нет на площадке. Играют Ильина и Снопова. Нет Вяхеревой, нет Ежиковой. Но Ежикова оштрафована. 10 минут сыграно. Никитина. Ильина. Пассивная атака. Ну, бросать надо. Сейчас будет звездок. Снопова бросок. Сидорова отбивает. Контратака. Звенигородок. Хавронина. И мяч летит в чужие руки. И, кстати, Евелина Аножкина защищает ворота Астраханочки. Заменила она Трусову. Подопечные Серегины сейчас не будут форсировать события. Им надо задержать мяч до выхода шестого полевого игрока. Ну и потом уже приступать к активным действиям у чужих ворот. Вяхерева. Ильина. Атурганушка ждет в полном составе. В полном составе Астраханочка. Ильина. Бросок перекладина. Команды сыграли 11 минут и 15 секунд. И потеря у звезды в атаке. С мячом хозяйки площадки. Никитина. Ёжикова. Никитина. Вяхерева с краю. Нет перевод на Кузнецову. Та атакует и заступает в шестиметровую зону. Взятие ворот не засчитано. Прежний счет 18-11. Комбинация была красивой, но вот ее исполнение немного подкачало. 12 минут сыграно во втором тайме. Кавронина в линию. На Антонову ту прихватили. 9 метров. Ускова. Бросок Кавронин и гол. 18-12. Минус 6 для звезды. 18-12. Тут же ответ. И что? Защита на взятие ворот? Да. Ёжикова забивает. Быстрые контратаки. 19-12. Снова быстрый центр. И Ёжикова на плечах защитница примчалась в чужую зону. Удачно проатаковала. Маринникова. Королева. Снова Амельченко вышла играть на позицию линейной. У подмосковной команды. А мы смотрим повтор взятия ворот. И Маринникова забивает. 19-13. Удастся ли дружине Александры Левы все-таки достать в счете оппонентов? И Яна Жилинская это забивает. 20-13. Мяч отскочил от стойки ворот. И Яна Жилинская тут оказалась самой расторопной. Добила мяч в сетку. Добавила мяч в сетку, да. Сидорова была бессильна. 13,5 минут позади. Во втором тайме. 20-13. Семь мячей. Такой перевес у Астраханочки. Потапенко. Королева. Вскрест был. Маринникова. Хавронина. Королева. Боятся бросать по центру гости. Там могучий блок из двух сестер. Железка это и снова блок, но на добивании гол. 20-14. Это Маринниковый мяч. В руки отскочил. И Екатерина мяч в ворота переправила. Хотя блок снова сыграл удачно. И тут же забивает Кузнецова, да. Мяч защитан. Не-не-не, не защитан. Мяч не защитан. Прежний счет. 20-14. Не обратило я внимания, что там судья показал. Заступ в зону или что. Но счет прежний. 20-14. Подтаяло немного преимущество Астраханочки. И у звезды есть шанс еще более его сократить. До пяти мячей. Хавронина. Потапенко. Королева. И мяч в воротах. После броска Королевой. 20-15. Вяхерева снова в быстрый центр. Гол. 21-15. И команды сыграли ровно 15 минут во втором тайме. Анна Вяхерева восстанавливает статус-кво. Разницу в счете в шесть мячей. Хавронина. Хавронина. 9-ти метровый. Королева. Бросок. Гол. Но Королева нашла свою игру. 21-17. Разозлилась. Наверное, и на себя, и на соперниц. 21-16. Кстати, Королева, воспитанница астраханского гонгпола, начинала свой путь в спорте именно в Астрахани. Так же, как и Хавронина, и Якупова. Ныне игроки звезды. Удаление у гостей. Юлия Хавронина отправляется на скобильную шлифников. До конца матча 14 минут. 21-16. Астраханочка впереди. И потеря. Обиднейшая потеря. Выход 1 на 1. И отбивает Трусова. Виктория Климанцева вышла 1 на 1. Забить не смогла. И тут же Ёжикова. Наказывает соперниц. За расточительность. 23-16. Карина Ёжикова. Реализовано численное преимущество. 23-16. 22-16. 23-23. Так, а почему табло у нас 22? И забивает звезда. 22-17. Ну, давайте верить официальному табло. 22-17. Счет. 22-17. Там, видимо, было какое-то нарушение. 17 минут сыграно. Во втором тайме. 22-17. Вот 5 мячей. И у звезды право на атаку. Правда, еще 45 секунд в меньшинстве играть. 22-17. Тревожный за итоговый результат. Астраханским болельщикам. Передача на Амельченко. 9-метровый. Много еще времени до конца встречи. Очередное нарушение правил. Снова 9-метровый. 15 секунд до выхода удаленной Юлии Хаврониной. Амельченко. Маринникова. Потапенко. Пассивная атака. Королева. Ой, роняют ее Кузнецова на площадку. Удаления нет. 12 минут до конца игры. В полном составе звезда. И по-прежнему предупреждение по силе. Вяхерева придержала Хавронину. Хавронина. Бросок. Выше ворот мяч летит. 22-17. Не удалось за Венигородком приблизиться. Астраханочки на расстоянии 4-х мячей. Вот повтор этого нарушения правил. Конечно, Кузнецова могли и удалить. Очередное столкновение. Время остановлено. 18 минут 48 секунд. И тут нужна помощь Ирине Сноповой. Давайте посмотрим этот эпизод. Арбитры дают, по-моему, пенальти все-таки. Защита в площади ворот. Или нет? Или 9 метров только? Защита-то вроде бы была в площади ворот. Тут либо в игрока, либо защита в площади ворот. Но нет, игра продолжается. 9-метровые Астраханки разыграли. До финального свистка 11 минут. 22-17. Никитина. В блок мяч попадает. Контратаку звезды. Маринникова мяч вылавливает. Нет, не вылавливает. И Никитина. Кузнецова. Но тоже бросать неудобно. И тайм-аут берет Михаил Серегин. А Маринниковой, видимо, нужна милицейская помощь. Послушаем, что скажет наставник Волжанок в перерыве на своем подопечном. Пока мы видим, как Маринниковой оказывает помощь. Мы слушаем Серегина. А вы же здесь вот на этих вот движениях. Первое. Второе. Обратная перетачка. Продукт линейного драка. Как с одной, так и с другой стороны. Главное, не спешите вначале. Чуть-чуть раскачайте. А потом поехали. Давайте, девчат. Оказали помощь Маринниковой. Судя по всему, она сможет продолжить игру. Да, не уходит на скамейку запасных. Опытнейший игрок звезды. 19 минут 16 секунд. Это время, сыгранное командами во втором тайме. Время пошло. Тайм-аут позади. Изменили игру в обороне из Венигородки. Перестроились на активную защиту. 3-3. Счет прежний 22-17. 19 минут и почти 40 секунд. Сыграно Снопова. Гоу! 23-17. Неожиданный бросок Ирины Сноповой. И Мария Сидорова не среагировала. 23-17. Плюс 6. Хватит ли такого преимущества, чтобы не втягиваться в напряженную концовку? До конца матча 10 минут. Кавронина. Под 18-м номером Кристина Кожакарь на правом краю. Еще один 9-метровый. Кавронина. Бросок Трусова на месте, но будет аут в пользу звезды. Астраханочка обороняется 5-1. Вяхерева выходит на центрального. При игре в защите. 23-17. До конца матча 9 минут. Королева. Маринникова. Мяч поймала. Не с первой попытки, но все-таки. Пассивная атака. Укладывают на паркет Королеву. 9-метровый. Передача Амельченко и перехват. Виктория Жилинскайте. Вознецова. Ну, сейчас не нужно торопиться. Бежать вперед. Плюс 6. Здесь спешка, наверное, неуместна. Лучше расставиться и разыграть мяч. До верного Никитина. И время убить и гол забить. Снопова. Кузнецова. 9 метров. Убивают время Астраханки. Вяхерева. Кончарова. Ушла от Амельченко. Арбитры не дают 2 минуты. Хотя болельщики возмущены и считают, что нужно удалить игрока звезды. А сейчас, сейчас, сейчас пенальти. Астраханочка будет бить пенальти за нарушение правил на полине Кузнецовой. 22 минуты и 25 секунд сыграно. Замена голкипера у звезды. Время остановлено. Вот как раз-таки Регина Якупова выходит. Чтобы попробовать отбить пенальти, Вяхерева против Якуповой. Ложный замах. Гол. 24-17. Астраханочка увеличивает свой перевес до 7 мячей. Анна Вяхерева сегодня бросает пенальти без промаха. Их было не так много, но все реализовала. Мария Басараб занимает место в воротах подмосковной команды. Антонова. Маринникова. Просок. Гол. 24-18. 7 минут до конца. Екатерина Маринникова забивает. И тут же потери у Астраханочки нет. Судьи дают 9-метровой. Мяч попал там в ногу, поэтому... Атака Астраханочки будет продолжена. Никитина. Вяхерева. Гребенкина с краю. Гол. 25-18. После броска Екатерины Гребенкиной. Все ближе и ближе. Дружина Серегина к победе. Но еще нужно постараться. Королева. Антонова. Закордонская снова на месте правого полусреднего вместо... Хаврониной. Атака Звезды. 6 минут до конца. И... Что здесь дают арбитры? Игрок Звезды находился в 6-метровой зоне. Но в пассивном положении... 9-метровой дают. Королева. Потапенко. Бросок. Трусова на месте. Ускова добивает. Перекладина. И... 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 У кого мяч? У Астраханочки. Браво, Кира Трусова. Прежний счет. 25-18. Вяхерева. Гол. 26-18. Но похуже этот гол Анны Вяхеревой снимает вопросы о победителе. Плюс 8. До конца встречи не так много. Тем более Звезда мяч потеряла. Ну и, наверное, можно уже потихонечку поздравлять Астраханочку с тем, что команда вышла вперед в серии со Звездой. В бронзовой этой самой серии. До конца матча 5 минут. Снопова. Никитина. Вяхерева. Выше ворот мяч летит. Якупова начинает... А, Басараб начинает атаку. Бежит меняться на Якупову. И тут Ускова забивает. 26-19. Яна Ускова отличилась. У Астраханочки на левый край вышла играть Кристина Тарасова. Под 22-м номером. Тарасова, Снопова, Никитина, Вяхерева и Гребенкина. В линии Яна Жилинскайте. Снопова. Бросок мимо ворот. Торопится Звенигородки. Маринникова. Королева. 4 минуты до конца. И минус 7. Ну что, неужели питают надежды отыграться все-таки? Закордонская. Потапенко. Королева. На левый край вышла играть Кристина Кожакарь. Королева. Кожакарь. И потеря. Потеря у гостей. Ну, на этом, наверное, уже все. Шансы уйти от поражения. Испарились с этой самой потерей. 26-19. Плюс 7 в пользу Астраханочки. Никитина. Снопова. Никитина. Никитина побежала меняться. Вместо нее Диана Ильина. 3 минуты до конца матча. И 7 мячей. Нет, не упустит. Хозяева площадки эту победу. И поведут в серии за бронзу. Пассивная атака. Вяхерева. Пас на Тарасову. Нарушение правил. 9 метров. Вяхерева. Мяч попадает в перекладину. И вылетает из ворот. Не пересекает линию. 26-19. Закордонская. Усковая. Всем уже все ясно. И игрокам. И болельщикам. Разница в счете тут не имеет значения. Поэтому. Наверное нет смысла убиваться. 2 минуты до конца матча. Это не Еврокубок. Здесь. Не по сумме. Не по разнице запрошенных пропущенных мячей. Определяется победитель. Ильина. Здесь главное выиграть. Хоть по пенальти. Хоть с перевесом в 15 мячей. Все равно это победа. Полторы минуты до финального свистка. Понятно, что не будет никакого у нас овертайма. Все закончится в основное время. Ирина Снопова. Бросок. Гол. 27-19. После броска Ирины Сноповой. И до конца встречи остается ровно одна минута. Снова Трусова намертво забивает мяч. Контратака. Тарасова. Выход один на один. Бросок. Гол. 28-19. Ну и итоговый это счет. Или все же нет? Давайте дождемся атаки подмосковной команды. И тогда уже станет все ясно. Закордонская. Едва мяч не потеряла. И все-таки потеряла. Еще одна контратака. Ильина не выловила мяч, но заработала 9-метровый. Смотрела уже, видимо, на ворота Диана. И мяч у нее из рук вывалился. 10 секунд до конца игры. Вяхерева бросок. Гоу. 29-19. И все. Это, видимо, уже итоговые цифры на табло. Одна секунда. Сирена. Матч окончен. Итоговый счет. 29-19. Астраханочка победила звезду. Ну и, дорогие друзья, давайте посмотрим статистику этой встречи. Пенальти. По ходу второго тайма был момент, когда звенегородки подсократили этот самый отрыв. Лишь 5 мячей осталось. Но снова Астраханочка добавила. И теперь вот уже плюс 10. Лучший игрок звезды это Екатерина Маренникова. Но я думаю, что она больше всех забила в этой встрече. И поэтому получает Екатерина Маренникова приз лучшему игроку в составе звезды. Геннадий Андреевич Лебедев, директор спорткомплекса «Звезды», наградил Маренникову призом. Ну и в Астраханочке. Кира Трусова. Да, я согласен. Кира в первом тайме творила чудеса. Интересная ее статистика итоговая. Сколько же она бросков сумела сегодня отразить в этой встрече. Кире Трусовой приз лучшего игрока. Молодцы сегодня все Астраханки. Здорово сыграли. Одержали заслуженную победу и повели в счете в этой бронзовой серии с результатом 1-0. Теперь главное в Звенигороде выиграть хотя бы один из двух матчей, а лучше сразу первый. И тогда можно уже возвращаться в Астрахань с бронзовыми наградами, не откладывая дело в долгий ящик. 29-19 счет этого матча. Ждем ответные игры 6 мая в Звенигороде. И надеемся, что Астраханочка там сыграет удачно. Хотя у команды в этом сезоне есть определенный комплекс игрок на чужой площадке. Крайне слабо. Внерадных стен выступает подопечный Михаил Серегин. Но когда как ни в медальном матче, наконец, прервать эту неудачную серию. И одержать победу на чужой площадке. Тут надо победить. Я хочу вас поблагодарить красивую игру. И пожелать, чтобы доля успеха присутствовала на выездных матчах. Вам всего одну выиграть. И мы вас будем сейчас договорить. Договорились. Спасибо большое. Александр Жирков, губернатор Астраханской области, пожелал команде удачи в выездных играх. Сказал, что нужно победить лишь в одной игре. И этого хватит для завоевания бронзовых медалей. Ну и сейчас я вижу, готовится у нас послематчевое интервью с героем встречи с Кирой Трусовой, которая получила приз лучшего игрока. Артем Лепехин вот уже с нашим оператором Ярославом Поповым готов взять интервью. Ну и ждем Киру на это самое послематчевое интервью. Браво за хорошую игру. Слово Артему Лепехину. Дарьяна, спасибо. Рядом со мной находится лучший игрок в составе Астраханочки Кира Трусова. Несомненный успех, я считаю, Кира 60% отраженных бросков в первой плане игры, наверное, предопределил вообще итог встречи. Ты так не считаешь? Вообще, какой был настрой у тебя на игру? Я видел, что ты всю игру улыбалась. То есть была уверена так в победе? А что, улыбаться нельзя, когда мы играем? Это наша работа. Я играю с удовольствием, улыбаюсь. Это привлекает публику. У нас хорошие болельщики. Мне это нравится, мне это нравится. Это моя работа. Я считаю, что это очень даже неплохо. Скажи, пожалуйста, что говорил губернатор вам сейчас после окончания манья? Сказал, что у нас хорошая защита, что мы молодцы. Настроились на эту игру. И пожелаю нам удачи. Хорошо. Вообще уверена в своих силах? Очень уверена. Настрои уже есть какие-то? Очень уверена. Если мы сделали задел здесь такой, то мы можем спокойно там ехать и выигрывать. Даже мячей 10 так же. Это нормально. Кира, скажи, пожалуйста, понятно, сегодня твоя игра была восхитительная. Впереди Анна Вяхарева, как всегда, блистала. Режиссер нашей трансляции называет ее Юлой. Он не успевает переключать камеры, когда она бежит. У нее есть какое-то прозвище в команде? Вы ее так называете? Нет, так и называем. Вяха просто сокращенная. Все время так. Это нормально. Ну, просто у нас все быстрые, я бы сказала. Кира, а можешь еще подсказать подарок, который подарил губернатор? Можно показать на камеру? Да, конечно. Замечательный нам подарок, да? Неплохо. Тем более, они от губернатора. Все, Кира, с победой. Спасибо тебе огромное. Удачи в ответных матчах. А мы будем болеть. Рената, я напоминаю, рядом со мной находился игрок Астраханочки. Кира Трусов, о тебе слово. Да, спасибо, Артем. Спасибо за интересное интервью. Давайте посмотрим повторы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, огромное спасибо вам за внимание. Комментировал матч Ренат Аминов, режиссер трансляции Александр Ефимов. До встречи.